Импровизированный блокпост в музее Лопинского отделения организации боевое братство. С Григорием Добродеевым рассматриваем военные фотографии. Их много. Григорий Иванович улыбается. За 10 лет службы в Афганистане – это немного, да и вообще чудо, что они есть. Фотографировать запрещали нам. Но доходило до парадокса. Вот машина подорвалась, боевая БТР, БМП или какая-то машина, ты должен сфотографировать, чтобы задокументировать, а фотоаппараты не давали. Григорий Добродеев службу в пограничных войсках начал по призыву в 1968 году. А в результате охрана государственной границы стала его профессией на всю жизнь. Дальний Восток, Сахалин, Средняя Азия, советско-иранская граница. Из более 30 лет службы 10 лет связаны с Афганистаном. С 79-го я прилетел, в 89-го, 15 февраля я вышел один из последних. Последний из тактабазарского отряда и вообще. Кто громово прикрывал? Пограничники прикрывали. На груди Добродеева орден Красной Звезды и орден за службу Родине. Самая дорогая у меня вот эта мета, для отваги. Почему? Потому что она первая, 79-й год, присутствие при штурме, там немножко. Это группа Гвоздика, которая 79-й, 80-й год, отдельно участвовали при штурме дворца Амина и потом охраняли Кармаля Бобрака. Добродеев в первом ряду, первый слева. В Ашхабате вызвали в отряд, командование, собеседование, как туда-сюда. Ну вот, нужно в Афганистан, Кабул. Командир части сказал так, это, говорит, дело добровольное сегодня, но завтра поступит приказ. Вот надо спецгруппу готовить от погранвойс, надо. Нас на самолет, мы в Москву полетели. А из Москвы, значит, на пуцу Ярославля, под Ярославля, там пуц у нас есть, значит, там где-то в течение трех месяцев боевая подготовка, огневая, физическая, политическая, нравовые традиции. Ну, нравовые традиции, что, допустим, в Туркмении, что в Афганистане одинаковы, поэтому уже немножко знали, как с местным населением общаться, вот, поэтому нам было легче. Прилетели в Кабул 2 сентября 79-го года. С нами прибыло 2 Л-76, там оружие, боеприпасы, крупы всякие и прочее, прочее. Машины подошли, посольство отвезли, и там уже посольские они разгружали все и привозили, к нам доставляли. Посольство мы, значит, нас разместили в школе, три класса выделили, отгородили нашей группы. Наши было 92 человека, все офицеры-прапорщики. В Москве назначили командира группы, начальника штаба, замполита. Я был начальником штаба этой группы, Юрий Чемерзин был начальником нашей группы «Гвоздика». Саша Самуилов был замполит. Сразу приступили, значит, к регистрировке оборудования постов. На крыше, значит, там плоские крыши, на крыше возводили, таскали песок, мешки песком и оборудовали позиции. Сначала посольство охраняли. Ну, спокойно, относительно оно было. Так вот мы, допустим, и в Кабул выезжали, в Спинзар. Было спокойно. При Нурмухамед Тараки афганцы к нам относились доброжелательно, потому что советские наши понастроили очень много дорог, противолавинных эстакад, тоннелей, хлебозавод. Ну, много-много предприятий. С местными, когда мы уже дворец перешли, там, естественно, командир гвардии, командир комендарской роты, взаимодействие так общались. Вот. Советники там, всевозможные. Ну, особо так, что вот выходили, допустим, на улицу, там что-то, какие-то с ними разговоры вели. Нет, это, в принципе, не было. Это занимали специальные люди, под названием разведчики, которые, ну, корреспонденты. Лещинский нас, Витя Базилеев, корреспондент. Мы чисто охраняли. Обстановка в Афганистане после убийства тараки и прихода к власти Амина была напряженной. Советский Союз опасался, что Хафизула мог разрешить размещение военных баз НАТО на территории своей страны. Допустить появление войск вероятного противника у своих границ руководство СССР не могло. Поэтому было решено поддержать Бабрака Кармаля. 27 декабря около 700 человек, включая бойцов спецназа КГБ, одетых в афганскую форму, выехали на штурм на военных автомобилях с афганскими обзнавательными знаками. А накануне штурма Добродеев получил команду выдать оружие и боеприпасы командиру группы, полковнику Григорию Бояринову, начальнику школы подготовки агентов для спецопераций отдела КГБ номер 8. Я выдал оружие, пулеметы, гранатометы, автоматы, боеприпасы им, и он уехал. Потом 28 декабря я в посольстве, уже увидел, его привезли днем, он и еще один офицер. Первые практически минуты погиб. На ГАШ-6 привезли его на кузове. И у него вот такое вот было положение, вот такое, как он от чего-то защищался, как будто бы. Во время штурма погибли 11 советских спецназовцев. Было 9-е и 10-е управление КГБ. Вот. Потом уже, после всех этих, образовалась альфа из этих же офицеров, которые брали штурм, ну и другие, образовалась альфа. Там был и ферганский батальон, вот охрана из Баграма подошли, вот эти переодетые. Все были, значит, в афганской этой форме. Каждому была поставлена задача, каждому офицеру-прапорщику. Вот это ваша дверь, вот это ваша, вот эта комната ваша и так далее. Вот. Операция началась на полчаса где-то раньше. Это по моим вот представлениям, данным. В связи с тем, что, значит, открывают двери в одной из комнат, там полно офицеров. Офицеры афганские. Туда пару гранат, дверь закрыли. А взрыв изнутри послужил нападение для нападения снаружи. Вот. До этого, перед этим, где центральная связь была, там колодцы, груз заложили там, взрывчатку. Взрыв, связи пока было, не было. И вот начался. Ну, в течение 30-40, я думаю, все закончилось это. Ну, закончился штурм. Я, наверное, с группой Юра Чемерзин, я, ну, еще там ряд на БТР часов, наверное, в 5 мы туда утра подошли к этому дворцу. Наши ребята, Юра Серегков, старший лейтенант был, тоже в первые минуты ранен наш пограничник в ведро. Подъехали туда, к штабу. Зашел я туда, куча пленных там, как кинозал какой-то большой. И наши ребята охраняют там. Вот, Серегков, Галима, я своих увидел. Еще вот такое тогда впечатление, значит, впереди бегут три афганца с поднятыми руками, а сзади БМД едет, гонят наши пограничники. Ну, пленные тоже. Может, такая картина хорошая была. Вот мне это запомнилось. Я был вот в том дворце до того, и после умершего штурма. Весь сгоревший, разбитый, огромная люстра эта валяется на полу, побитая вся. Ну, приехали мы туда, там склады были, передели нас в афганскую форму. И вперед, центральный дворец, кармальба брака охранять. В конце июля 80-го на смену пришла другая группа. Добродеев с другими пограничниками были направлены в Советский Союз. Но после положенного за два года отпуска Григорий Иванович вновь продолжил службу на границе. Салам, бача, вот мы и встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Дай я, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова